МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поехали! Студенты-историки Северокавказского федерального университета изучают мировой опыт в области антропологии и этнологии. СКФУ с рабочим визитом посетил Пина Скрипа, профессор Римского университета Лосапиенца. В течение двух недель он читал лекции магистрантам крупнейшего вуза региона. В университете Лосапиенца есть Департамент истории и культуры славянских народов, в том числе восточных славянских народов, к которым относятся русские. Для обогащения его работы контакты с федеральным университетом весьма перспективны. И в плане обмена молодыми специалистами и мнениями, в плане консультаций активных студентов в сфере антропологических и этнологических исследований. Сам ученый специализируется на процессах приобщения африканских народов к цивилизованному миру. В России он впервые. Визит проходил в рамках соглашения о сотрудничестве вузов. Между Эскайфу и Итальянским университетом установлен академический обмен и научные связи. Реализуются совместные деловые проекты. В Эскайфу зажглись новые звездочки. Прошел голоконцерт ежегодного конкурса «Творческий дебют». Свои таланты демонстрировали студенты первых-вторых курсов вуза, а также ученики лицея при Эскайфу. Вокал, хореография, инструментальная музыка, актерское мастерство. В каждом направлении были представлены только лучшие номера. Всего же на конкурс в этом году было подано более 250 заявок. Активное участие в этом традиционном смотре талантов приняли иностранные студенты. В Эскайфу прошел День Анголы. В вузе учатся больше сотни выходцев из этой страны. В честь очередной годовщины независимости своей родины ребята устроили большой праздник. Поздравить их пришли и другие иностранные студенты вуза, представители более 50 государств. Кульминацией праздника стал концерт. Через песни, музыку, танцы, стихи молодые ангольцы выражали любовь к далекой стране. В этом концерте мы хотим показать, что мы все, семья, и надо жить вместе. А изюминкой программы стала театральная постановка. Артисты показали, как их страна переживала период колонизации и боролась за независимость. Высшему образованию на Ставрополье 85. Да-да, диплом о высшем образовании в крае выдают уже девятый десяток лет. И эта история началась в Агропедагогическом институте, прадедушки нынешнего федерального университета. Мы подготовили цикл сюжетов о богатой истории этого удивительного высшего учебного заведения нашего региона. Интересные факты, воспоминания выпускников, неожиданные признания и славные вузовские традиции. Обо всем этом вы сможете узнать в нашей программе. Северокавказский федеральный университет – крупнейшее высшее учебное заведение СКФО. Он был создан на базе трех вузов – Северокавказского государственного технического университета, Ставропольского государственного университета и Пятигорского государственного гуманитарно-технологического университета. Сегодня в составе СКФО 10 институтов и 2 филиала. Армия студентов насчитывает 25 тысяч. Богатая история уникального вуза началась в 1930 году. По становлению Совнаркома РСФСР от 10 июля в Ставрополе был открыт агропедагогический институт. Его главной задачей была подготовка учителей для школ колхозной молодежи. Расположился вуз в бывшем Доме советов. Если 20-е годы – это было время средних специальных учебных заведений, то начало 30-х – это уже высших учебных заведений. В это время идет коллективизация, в это время ликвидирована неграмотность, вводится начальное образование всеобщее, а затем уже переходы к семилетнему. И поэтому в 1930 году открывается агропедагогический институт. Первым директором института стал Зенон Ильич Дунч. Вот такие дисциплины здесь преподавали – политэкономия, педагогика, психология, анатомия и школьная гигиена, экономика сельского хозяйства. В 1932 году вуз был преобразован в Ставропольский государственный педагогический институт. В 1937 году при вузе открылись курсы переводчиков для национальных издательств. Вот это десятилетие, это было десятилетие становления института, когда создавались кафедры, факультеты, потому что к началу войны, во-первых, здесь уже подготовили тысячу с лишним учителей, которые разъехались по краю и даже за пределы края. Во время фашистской оккупации Ставрополя с августа 1942 года вуз не работал. Его полноценная образовательная деятельность возобновилась в январе 43-го после освобождения края от фашистов. Строились общежития, создавались кафедры, открывались новые факультеты и отделения. А вскоре вуз настолько окреп, что стал расширять количество форм обучения. В институте открылась аспирантура. Первый набор у нас было 8 человек. Вот все, вот я говорю, все пришли после института. Все мы, конечно, были немножко с переоценкой себя. Ну, преподаватели были, тоже понятен, но это были действительно личности. После войны были все другие взаимоотношения, все были как-то ровные. Страна восстанавливалась после войны. Высшее образование было нацелено на подготовку необходимых экономики кадров. Тогда ставка делалась на строителей, металлургов, физиков, математиков, машиностроителей. Ведь перед СССР стояла задача покорить космос, Сибирь, укротить природу и усовершенствовать добычу полезных ископаемых. Отвечая на запросы времени, в 1958 году Ставропольский государственный педагогический институт стал вузом первой категории. А теперь стултвит. Наша традиционная рубрика, где мы составляем рейтинг лучших фото за неделю, отмеченных хэштегом SKFU. Итак, на первом месте фото Татьяны Бортовой из Домбая. Горы, как говорит девушка, это лучшее место отдохнуть от учебы, набраться сил и найти новых друзей. Согласен на все сто. Второе место нашего рейтинга у Эли и ее поста с открытия школы вожатского мастерства. Молодые и харизматичные, а самое главное, любят свое дело. Вожатые, так держать. По старинке, ручкой на руках. Известная схема по успешному написанию контрольной снова сработала. Это фото, автора которого мы не будем раскрывать, занимает третье место сегодняшнего рейтинга. Всем авторам фотосообщения респект. А те, кто еще не вступил в команду активных вуз-фолловеров, исправляйтесь и смотрите себя в вузблоге. А я напоминаю, что нужную и полезную информацию вы сможете найти на официальном сайте Северокавказского федерального университета. Шлем студенческая пока. Увидимся во вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова